Русская служба новостей Валерий Бганба встретился с прибывшей в Абхазию в составе делегации Всемирной организации здравоохранения представительницы ПРООН Луис Эвинтон. Эксперты ВОЗ, которые сейчас находятся в Абхазии, будут проводить оценочные мероприятия ввиду высокого риска проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики. Валерий Бганба рассказал о ряде предпринятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Абхазии. В частности, что в особом режиме протекает работа государственных границ, ведутся меры по оснащению граждан республики необходимыми средствами для их безопасности в случае угрозы, особенно медицинских работников. В завершение встречи Луиса Эвинтон отметила, что необходимость в получении гуманитарных поставок возрастает во всех странах мира. Однако, при дополнительной необходимости международная организация ПРООН готова осуществить в Абхазию ряд новых поставок медицинских принадлежностей. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 18 марта по 1 мая Россия вводит ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства. Данный запрет распространяется и на жителей Абхазии, не имеющих российского гражданства. Пассажиры, купившие железнодорожные билеты на поезд «Сухум-Москва» по абхазскому внутреннему или заграничному паспорту, не смогут пересечь российско-абхазскую границу. За возвратом денежных средств таким пассажирам необходимо обращаться в кассу РУП «Абхазская железная дорога». Эсма Голанзе расскажет подробнее. Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд «Сухум-Москва» по внутреннему абхазскому или заграничному паспорту, но без наличия гражданства, теперь не смогут пересечь границу и, соответственно, не будут посажены на поезд. Управление железной дороги Абхазии обращается к таким гражданам с просьбой вернуть билеты в кассу АЖД. Чтобы размер выплат за возврат был максимальным, необходимо сдать билет как можно раньше. Граждане, у кого приобретены билеты отправлением до 1 мая и не являющиеся гражданами России, должны прийти в кассу РУП «АЖД», желательно за сутки до отправления поезда, осуществить возврат билетов. Те, которые придут за сутки, как минимум, они могут и за 5, и за 10, и больше времени прийти, они заплатят только лишь 210 рублей 60 копеек в кассу за осуществление возврата. Те люди, которые придут в кассу в момент отправления, то есть менее 8 часов до отправления поезда, к сожалению, будут применены штрафные санкции. В целом, в случае штрафа пассажир может потерять до 70% от стоимости билета. Также, по словам Игоря Моргания, если речь идет об электронном билете, купленном за наличный расчет, в этом случае пассажиры должны обратиться в любую ЖД-кассу, расположенную на территории Российской Федерации. В случае, если покупка билета была совершена через интернет, процедура возврата будет осуществляться в претензионном порядке. Им дается в трех экземплярах заявление, они заполняют это заявление. Один остается в них, один остается в кассе. И третий экземпляр они самостоятельно должны отправить по указанному претензионному заявлению адресу Москву. И, значит, в течение месяца там же, в этом претензионном заявлении, они должны указать номер карты своей, куда им должны зачислить эти деньги. Граждане Абхазии, имеющие действительные российские паспорта, могут, как и прежде, посещать Россию без каких-либо ограничений. Таким пассажирам на месте будут переоформлять билет на российский паспорт. Поэтому его нужно обязательно иметь с собой. В культурно-благотворительном центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба создан штаб волонтеров Абург по доставке лекарств одиноким, больным, пожилым людям по всей Абхазии. Если вы нуждаетесь в такой помощи, вы можете позвонить волонтерам в вашем городе по телефону, который видите на своих экранах. В воскресенье 22 марта пройдут выборы президента Абхазии. В настоящее время в республике идет активная подготовка к предстоящему событию. Репортаж Алики Трапш. Буквально несколько дней осталось до выборов президента Абхазии. Всего по республике насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Кроме того, два избирательных участка откроются за рубежом в Москве и Черкесске. 22 марта они будут работать с 8 утра до 8 вечера. На сегодняшний день все избирательные участки практически готовы к выборам. Что касается оснащения всех участков, атрибутами избирательных документов, атрибутами избирательного инвентаря, все это готово, все это сделано, закуплено, подготовлено. Средства для изготовления кабин получены, кабины изготавливаются на местах, урны есть, все необходимые документы есть. Так что проблем пока никаких нет, слава богу, надеюсь, и не будут. Что касается списков избирателей, то их подготовкой занимаются участковые комиссии. Однако окончательные варианты списков граждан, принимающих участие в голосовании, еще не составлены. Пока списки не закрыты, потому что идет уточнение. И вводим в реестр тех фамилий избирателей, которые проголосуют на дому, или инвалид не может передвигаться, или на тот день болеет. Заранее, на основании заявлений, мы приходим к ним домой. Естественно, переносная урна у нас есть, тоже готова. Одним словом, мы согласно закону о выборах и по блокноту избирателей, все функции участковых избирательной комиссии выполняются беспрекословно. Накануне президентских выборов центральная избирательная комиссия откроет в Сухуми международный пресс-центр, где будут аккредитованы международные наблюдатели и журналисты. Независимо от того, сколько будет у нас аккредитовано иностранных наблюдателей и журналистов, международный так называемый пресс-центр центральной избирательной комиссии будет функционировать там же, на тех же условиях и при том же оборудовании. Независимо от проблем, возникших с пандемией, которая ограничивает посещение нашей страны международных наблюдателей, пресс-центр наш будет работать. Стоит отметить, что в целях защиты и безопасности граждан и работников участковых комиссий от коронавируса будут предприняты необходимые меры защиты на всех избирательных участках. Все, что связано с ограничениями по поводу пандемии, объявленной везде, наши службы специальные предпринимают необходимые усилия для организации хотя бы элементарных мер защиты для членов Центральной избирательной комиссии, которые будут применены. Мне обещали, что занимается межведомственная комиссия наша, и нам окажутся действия в выделении массовых растворов специальных для дезинфекции, авторучек или других предметов массового пользования. В выборах президента 22 марта могут принять участие граждане Абхазии, достигшие 18 лет, с действительным абхазским паспортом, которые смогут проголосовать по месту прописки. Те, кто имеет абхазский паспорт, но не имеет прописки, также могут проголосовать. Но для этого необходимо лично обратиться в ЦИК, чтобы получить удостоверение на право голосования. Алика Трапш, Типан Мартиросян, Абхазское телевидение. В семьякругах Гудаутского района, которые объединяют 37 избирательных участков, готовы к проведению выборов президента Абхазии. Все участки обеспечены урнами и необходимым инвентарем. Вывешены списки избирателей. Председатели окружных участковых комиссий надеются, что выборы пройдут без каких-либо эксцессов и призывают население республики проявить гражданскую позицию, прийти на выборы и проголосовать. На нашем семнадцатом округе два участка. В общей сложности 3700 с лишним голосующих. Оба участка готовы к проведению выборов. Комиссии также подготовлены. Все у нас в порядке. Вместе с тем, зная общую ситуацию в районе, знакомый со всеми председателями округов, досколько мне известно, все готовы к проведению президентских выборов в республике Абхазии по нашему району. Более тысячи сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать соблюдение правопорядка в день выборов президента Абхазии. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бган провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в республике и на избирательных участках 22 марта. Уже проведены комиссионные обследования, выделенных для голосования помещений. Активно ведется оперативно-профилактическая работа. Личный состав органов внутренних дел на период подготовки и проведения выборов будет нести службу в усиленном режиме. Участники совещания также затронули тему профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, создания безопасных условий труда для наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим со Сберегательного банка в январе 2020 года по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, имевшего место в 2017 году. Как следует из материалов уголовного дела, неустановленные должностные лица Сберегательного банка Абхазии разработали преступную финансовую схему для личного обогащения с использованием заведомо подложных документов, а также сокрытия своей причастности к хищению денежных средств. Используя доступ к внутрибанковской электронной программе, внесли в официальные данные Сберегательного банка ложные сведения, свидетельствующие о том, что через корреспондентский счет Сбербанка Абхазии, открытый в австралийском банке под названием Commercial Development Bank, от Фонда социально-экономического развития региона в период времени с 29 марта 2017 года по 10 октября 2017 года через счета ООО «Дриада», «БРИК», филиал Абхазской ООО «Технология» и ООО «Югстрой» в комплект поступили денежные средства в особо крупном размере. Фиктивно создавая видимость движения денежных средств по счетам вышеперечисленных организаций, в итоге Сберегательному банку Республики Абхазия причинен материальный ущерб в размере 645 548 900 рублей и 1 120 900 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии. Сегодня Валерий Бганба принял Ольгу Трунову, мать участника Отечественной войны народа Абхазии, добровольца из Кабарды Руслана Трунова. Исполняющий обязанности президента вручил Ольге Труновой Орден Леона, которым ее сын был награжден посмертно. Руслан Трунов в Канукоев 16 августа 1992 года в числе первых кабардинских добровольцев прибыл в Абхазию для участия в военных действиях в возрасте 19 лет. Участвовал в сражениях по освобождению Гагры. Находился в тылу Восточного фронта. Затем в составе объединенной группы ДЕТ сражался в ходе октябрьской операции по освобождению города Чемчира, где, попав в засаду, пал смертью храбрых 26 октября 1992 года. Руслан Трунов был посмертно удостоен высокой награды Ордена Леона указом первого президента Владислава Арденба 27 сентября 1995 года. Сегодня в Доме культуры города Чемчира состоялось открытие нового молодежного подразделения Народного форума Айтгалера. Подобную инициативу в районе возглавил активист Даур Цвижба. Поддержать молодежь пришли и ветераны форума. Репортаж Амелии Бисмарк. Собрание в Ачимчирском Доме культуры, назначенное на три часа дня, началось немного позднее. По словам организаторов, это связано с карантинными мероприятиями. Тем не менее, поддержать идею возрождения Ачимчирского крыла организации с большими традициями, название которой Народный форум Айтгалера, собралось немало людей. Перед собравшимися выступали представители России. Представители различных сел Ачимчирского района звучали призывы к объединению общества. Именно эта мысль является основой нашей идеи создания нового крыла Народного форума Айтгалера. Отмечали они в своих выступлениях. Об истории Айтгалера в этот день говорили ветераны национально-освободительного движения абхазского народа. Поддержал идею возрождения и председатель районного совета старейшин Аполлон Дума. Айтгалера в этот день говорили ветераны национально-освободительное движение абхазского народа. Наш долг поддержать и продолжить дело и организацию, которая была создана нашими отцами в самое тяжелое для абхазского народа время, подчеркнул Даур Цвижба. Отрадно, что сегодня мы сделали первый шаг и мы поставили в известность, не выбирая, не разделяя никого. Мы один народ, мы должны быть вместе, мы должны вместе преодолеть все трудности. Только по такому пути мы можем прийти к общему знаменателю. Следующее собрание организации должно состояться через месяц и в более расширенном составе, отмечали инициаторы встречи. Амелия Бисмарк, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По информации Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды, ночью и утром туман. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем 7,12 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин